Дни Большого бокса в Одессе. 7 сентября стартовал чемпионат Украины по боксу среди взрослых. 186 представителей различных областей страны собрались в одном спорткомплексе, чтобы продемонстрировать все свои умения. По традиции, местом проведения престижных соревнований стал современный зал на берегу моря Международного гуманитарного университета. Как прошло открытие всеукраинского турнира по боксу среди элиты? Далее в сюжете. В Одессе стартовал чемпионат Украины по боксу среди взрослых. После длительного перерыва элита бокса снова вышла на ринг. В этот раз в Одессу, чтобы побороться за первенство страны, приехали 186 лучших спортсменов из 24 областей Украины. Действительно, сейчас в наше время очень тяжело с этим пандемией, потому что многие международные соревнования мы откладывали. И поэтому решили сегодня провести этот чемпионат Украины. Действительно, мы очень рады. Для нас это большой праздник. И многие федерации бокса, областей других, они все хотели, чтобы действительно здесь, мы в Одессе провели этот чемпионат. Одесса любит это. Для проведения чемпионата Украины по боксу среди элиты выбрали спортивный комплекс МГУ-университет. Организаторы остановили свой выбор на этой площадке, потому что она уже заряжена на проведение соревнований высокого уровня. В частности, престижный турнир памяти Романа Песина, который проходил при поддержке почетного гражданина города Одессы Сергея Кивалова. Организаторы турнира рассказывают, что в нашей области нет площадки лучшей для проведения подобных соревнований. Сергей Васильевич нам всегда поставляет плечом, помогает в этих мероприятиях именно спортивных. Не только боксерам, я знаю и других мероприятиях, он помогает в этих спортивных. Поэтому сегодня это один из лучших комплексов в Одессе, в Одесской области, я не знаю других комплексов. Поэтому здесь проводим. Тут комфортно. Организаторы турнира рассказывают, что это самое масштабное спортивное событие за последние несколько лет. Более того, чемпионат по боксу среди взрослых в Одессе не проводился уже очень давно. Важно сказать, что к этому чемпионату Одесская областная федерация бокса готовилась тщательно, дабы показать представителям других областей, что наша боксерская элита на ведущих ролях на всеукраинской арене. Хотелось бы заявить о том, что с 2006 года на территории Одесской области впервые проводится чемпионат Украины по взрослым. И хотелось бы отметить именно в таком масштабе впервые. Потому что организация на самом высоком уровне, на чемпионате Украины участвует 186 спортсменов, самых сильных спортсменов со всех областей. Собрались за звание чемпиона каждой весовой категории. 24 спортсмена, 24 боксера в Одессской области, самая большая численность, так как мы дома. Мы надеемся, конечно, на успешное выступление. Мы уверены, что у нас будут золотые медали, конечно, бронзовые и серебряные. Помимо лучших боксеров своего региона на ринг также вышли и уже титулованные спортсмены, среди которых участник Олимпийских игр в Токио Цотна Рогава и чемпион мира среди молодежи Юрий Захареев, который начал делать уверенные шаги во взрослом боксе. Этот чемпионат – хороший рывок не только для боксерского сообщества, но и для области в целом. Отмечают в областном управлении физической культуры и спорта. Как оказалось, этот турнир не просто промежуточный, а отборочный этап в украинскую сборную, которая будет представлять нашу страну уже на мировой арене совсем скоро. Кроме этого, среди участников этого чемпионата может быть и будущий представитель Украины на следующих Олимпийских играх в Париже. Это первый чемпионат после Олимпийских игр, где формуется новая сборная, по сути, так как изменились ваговые категории и сейчас будет комплектация, трошки по-новому. Поэтому сейчас очень важный чемпионат в этом плане для формования сборной Украины, которая через два месяца будет представлять страну на чемпионате света в Сербии. Для большинства участников этот турнир поможет сделать уверенный шаг в профессиональном боксе. Спортсмены рассказывают, что все они приходили в бокс еще детьми, а сейчас полны амбиций, дабы представлять Украину на мировом ринге. К этому турниру они подошли с полной ответственностью, готовились несколько месяцев дома, а потом еще на сборах. Это все-таки отборный чемпионат мира, поэтому я все-таки хочу завоевать эту поездку, которая считается частью моей мечты. Я все-таки 12 лет уже в боксе и уже хочу наконец-то на большой ринг. Это начиналось все на любительском уровне, я изначально занимался вообще борьбой, но пришел какой-то такой переломный момент, когда мне предложили заняться боксом. Я позанимался немножко боксом и понял, что это все-таки моя сезя какая-то, у меня в этом и талант, у меня к этому рвение есть, у меня к этому есть искра и огонь. И это все начиналось очень так спокойно, как бы с малых лет все, а потом уже перешло на более такой взрослый уровень, как сейчас. И тем не менее еще и на профринге у меня уже есть 1-0. Я боксом занимаюсь уже 9-й год и только перешел с молодежи и решил попробовать показать себя, так сказать, во взрослом боксе. К чемпионату готовились стандартно где-то в районе месяца, у нас сбор был, 2 недели проходил в Харькове, у нас на ХТЗ в зале. Подготовка стандартная, как и всем соревнованиям. Изначально УФП, потом уже технические моменты идут. Каждый участник соревнований выйдет на ринг 5 раз, чтобы судьи могли определить, кто стал победителем в своей весовой категории. В ходе чемпионата Украины среди взрослых абсолютно каждый настраивался на победу. Бокс это очень динамичный вид спорта, поэтому анализировать тактику противника нужно не только на общих тренировках, но и на ринге. Об этом секрете нам рассказал один из участников соревнований. Он говорит, что понимал о своем преимуществе еще в первом раунде, но чтобы выиграть все равно приходилось стараться. Я доволен боем. Есть над чем работать, конечно. Буду потихонечку исправлять. Это только первый бой. Будем дальше улучшать, дай бог. Технический такой игровичок был. С ним было очень интересно. Надо было включать голову, пытаться перехитрить, где-то перебить, чтобы у нас и получилось, слава богу. В конце первого раунда я чувствовал, что где-то характером давлю больше. Вижу, где-то он на отходе уже, где-то сдавал что-то назад, а я наоборот пытался наступать. Напомню, что чемпионат Украины по боксу среди элиты продлится до 11 сентября. В этот день состоятся финальные бои, а также определится финальный состав сборной Украины, которая будет представлять нашу страну в Сербии на мировом чемпионате. Организаторы рассказывают, что закрытие чемпионата будет не менее зрелищным, чем сами поединки. Спасибо.